Вот по логике вещей и по моему внутреннему убеждению надо было сначала разобраться, а потом озабучивать эту информацию, которая, как я уже сказал, взбудоражила общественность. В подвале Следственного комитета за тесным круглым столом обсуждают судьбу двух миллиардов рублей. О том, что в жилфонде пропали деньги, которые люди накопили на текущий ремонт своих домов, не знает разве что ленивый. Но официальных подтверждений этому нет. Следователи говорят, эта тема слишком громко звучит в последнее время. Общественность взбудоражена, процесс стал неконтролируемым. И в стороне оставаться они не намерены. Сложившись в ситуации, требуют пристального внимания со стороны правоохранительных органов, поскольку затрагивают права и интерес неограниченного круга лиц, собственников жилых помещений. Для многих из которых коммунальные платежи являются значительной долей их семейного бюджета, и они вправе получить оплаченные услуги своевременно и надлежащего качества. Первыми о том, что денег на счетах жилфонда нет, заявили именно новые собственники компании, почти сразу после того, как ее купили. Но вот куда делись средства и были ли они вообще, не пояснили. Сегодня представитель жилфонда был также немногословен. Вопрос у следователей вызвали и суммы, которые постоянно фигурируют при разговоре о пропавших деньгах. Это и полтора миллиарда, и миллиард семьсот миллионов, и два миллиарда. Точных данных нет. Роман Казаков, которого также пригласили на неформальную беседу, суммировал всю отчетность жилфонда, официально опубликованную в открытых источниках, и уверяет, речь идет о двух миллиардах. Но его расчеты, что называется, к делу не пришьешь. Пропали они или не пропали. Дело в том, что мы только сейчас, после того, как у нас сменился собственник, услышали, что этих денег, оказывается, нет. Потому что при прошлом собственнике этих утверждений не было. При прошлом собственники люди проводили собрания, получали ремонты. Пришел новый хозяин компании, говорит, денег не было и нет. После почти часовой беседы следователи пришли к выводу, что сейчас заявлять о хищении преждевременно. Нужно дождаться, пока свою проверку закончит прокуратура. Пока у следователей нет оснований утверждать, что хищение имело место быть, и вообще непонятно, откуда взялась сумма в 2 миллиарда рублей. Но жилфонд проверяет сейчас и новый собственник СГК, и рабочая группа, созданная чиновниками. И пока ответственные люди утверждают лишь о каких-то непонятных, вскрывшихся нюансах. Но о каких молчат, и, видимо, о них мы узнаем совсем скоро. Дмитрий Пименов, Вячеслав Казаков, Афонтова новости.